юбилейный 10 сезон премьеры лиги 8 на 8 открывали бронзовый призер прошлого чемпионата легенда и дебютант турнира урожайная первый тайм выдался довольно закрытым для футбола 8 на 8 команды ждали ошибки соперника создав минимум голевых моментов и на перерыв ушли со стартовыми нулями на табло во втором тайме темп игры возрос и это закономерно вылилось забитые голы причем все четыре взятия ворот вместили всего 8 минут игрового времени так на 28 минуте новичок легенды владислав валюнтикевич оказался расторопней всех на подборе мяча и ударом верхний угол ворот открыл счет в матче на 33 минуте после ошибки легенды в обороне равенство на табло восстановил артур сарамаха однако спустя всего два оборота стрелки легенда вновь вышла вперед и горлещинский дальним ударом застал врасплох голкипер урожайный а спустя еще минуту сергей герасименко ударом на добивание установил окончательный счет в матче последние 10 небольших минут урожайна владела игровым преимуществом но забить не смогла и стартует в премьер-лиге с поражения а легенда набирает трудовые три балла ну что с первой победой начало сезона первая игра первого тура получилась такая тяжелая все знают урожайно еще любитель жестко поиграть на плане кофе кофе как они говорят на мужиках ну благо выиграли 3 1 все хорошо начинал победу сезон победной игры ну и что и минску на это нужно выиграть следующий в кубке а вечером вторника в борьбу вступили аксакалы премьер-лиги орбита и минск юнайтед и в отличие от первой игры команды сразу рванулись место в карьер забив четыре гола уже к середине первого тайма счет в игре на четвертой минуте открыл лучший игрок прошлого сезона глеб захарень однако спустя меньше чем через минуту андрей панасик восстановил равновесие этот факт не смутил действующих чемпионов и они вновь повели в счете отличился новичок команды павел ловгач мю выдал хороший отрезок который закономерно вылился в третий забитый мяч на 13 минуте дубль оформил глеб захарень создав еще ряд хороших моментов и ворот друг друга команды больше не забили и ушли на перерыв при счете 3-1 и в этот момент кто-то щелкнул выключателем такого слабого второго тайма в исполнении митск юнайтед сходу и не припомнишь орбита владела игровым преимуществом и на 36 минуте открытала один мяч усилиями все того же панасика однако на больше ребят не хватило виной тому брак завершающей стадии надежная игра голкипера обороны соперника где-то и банальное невезение 32 действующий чемпион начинает сезон с победы орбита не совсем справедливо остается ни с чем после этой игры стартовом туре либо же экзаменовал дебютанта турнира автас крю и до середины первого тайма этот экзамен проходил довольно успешно автас даже сумел открыть счет на 11 минуте забил алексей макаренко но затем словно студент первокурсник разволновался перед строгим преподавателем и допустил ряд банальных ошибок в обороне которые привели к двум пропущенным мячам александр жигра сравнял счет а евгений стойлеров вывел ли бяжи вперед однако спустя всего минуту после забитого гола защитник привез пенальти в свои ворота и оставил команду всемиром из-за последовавшего удаления но павел богу шансом не воспользовался пробив с точки мимо ворот на том первый тайм и порешали либо же ему предстояло удерживать свое преимущество еще целый тайм и ребята справились нелегкой задачей на отлично на 30 минуте уже лебяжий заработал пенальти кирилл питкевич был точен 31 а спустя еще пять минут андрея ручка головой подкорректировал подачу со штрафного удара из центрального круга играя почти полчаса формате 8 на 7 авто скрю смог забить лишь на последней минуте встречи горькую пилюлю поражения подсластил антигерой момента с нереализованным пенальти павел богуш и на закуску оставался пожалуй самый ожидаемый матч тура все дело в богуславцах которые успели впрыгнуть в вагон уже тронувшегося поезда и как показал стартовый матч лишними на нашем празднике футбола точно не будут ребята из жодина порадовали весьма неплохим подбором игроков хорошей организацией и огромным желанием противостояли им не новички пример лиги но новички первого дивизиона 5 регион из березино и это означало что наш турнир в рамках d1 вышел фактически на областной уровень на стартовом отрезке матча у региона было несколько хороших возможностей открыть счет и казалось нас ждет матч на встречных курсах но со временем богуславцы взяли инициативу в свои руки а во втором тайме их преимущество было уже неоспоримым особенно после того как получил травму и не смог продолжить игру главный галеодор 5 региона евгений карпека жодинцы отличились дважды в каждом из таймов дубль на счету романа сыроежка еще по голу забили сергей подолинский ярослав шкурко непростая игра выдалась много борьбы забили свои моменты после первой игровой недели турнирная таблица только начинает обретать свои очертания лидерство захватили богуславцы также по три очка в своем активе имеют любяжий легендой минск юнайтед а вот газпром юркас и лос амигас свой старт на турнире отложили до следующей недели вторая игровая неделя первого дивизиона премьер лиги подарит нам целых 6 матчей на любой вкус среди которых особенно выделим два поединка во вторник это будет игра между богуславцами и любяжем а в среду обратим ваше внимание на противостояние легенды и орбиты все матчи первого дивизиона как обычно планируется к показу в прямом эфире на канале премьер лига play